Привет, друзья! Пусть Ягова будет с вами! Как говорит наш царь Иешуа Машьях, здравствуйте! Сегодня я хочу открыть вам тайну египетских пирамид. Многие, наверное, были в Египте и видели большие пирамиды, а некоторые смотрели видеоролики. И есть разные объяснения, для чего строились эти пирамиды. Даже есть такие, как будто это космические корабли, посадочные модули. На самом деле все очень просто и ясно. И ответ мы находим в Священном Писании, в Библии. В книге Бытие. Людей становилось все больше и больше. У них рождались дочери. Это Бытие, 6 глава, 1 стих. И сыновья истинного Бога, то есть ангелы, да, начали обращать внимание на человеческих дочерей, на то, что они красивы и стали брать себе в жены всех, кого выбирали. Тогда Егова сказал, не вечно Моему Духу терпеть человека, ведь Он всего лишь плоть. И так Ему осталось 120 лет. Обратите внимание, что Егова сказал, они всего лишь плоть. На самом деле Он сказал не о человеческих дочерях, а Он сказал о своих духах, то есть об ангелах. Не вечно Моему Духу терпеть человека. То есть ангелы, которые стали людьми, им был вынесен суровый приговор 120 лет. Вот. И так Ему осталось 120 лет. То есть продолжительность жизни этих ангелов был определен 120 годами. Ною было 600 лет. То есть Ной прожил 600 лет, когда начался водный потоп. То есть когда Ной было 480 лет, вот, Егова вынес такой приговор ангелам. И Ной родил сыновей. Вот. Его сыновья взяли себе в жены, но у них не рождались как бы дети. Вот. Сим, Хам и Афет. Ну подумайте сами. Большие мужчины имеют себе красивых жен. И им становится 20 лет, 30 лет, 40 лет, 60 лет, 70, 80. И у них не рождаются дети. Почему не рождаются? Целых три человека, три семьи не могут зачать одного ребенка. Почему? Почему эти молодые люди не могли родить себе хоть одного ребенка? А ответ прост. Ответ мы находим в Бытие. Десятая глава. После потопа у них стали рождаться сыновья. Вот. Вот жизнь сыновей Ноя. Сима, Хама и Афета. После потопа у них стали рождаться сыновья. То есть, именно после потопа они начали рождать себе детей. То есть, до потопа они этого сделать просто не могли. И как вы это можете объяснить с помощью науки, медицины, там, что у вас есть? Ведь это очень простое и понятное, как бы, на мой взгляд, объяснение. На самом деле, ангелы, которые упали с неба, они рождали детей. У них рождались большие великаны, исполины. И из-за чего на земле все люди стали замышлять только злое. И именно из-за этого Бог Ягова решил навести на землю потоп. На самом деле, выделяется много водорода и много озона. Потому что каменный уголь – это изолятор молнии. Когда энергия молнии падает на землю, она распространяется по поверхности каменного угля. Потому что над поверхностью каменного угля лежат древесные угли. Вот они замыкаются, когда энергия проходит, энергия молнии. От них выходит много водорода. Вот. Нагревается углерод, и она, углерод, сжигает кислород воды. И превращается анион бикарбоната. А водород освобождается. Таким образом, атмосфера увеличивается, и давление растет. А вот все растения имеют иголки. Вот. Ёжик, кактус, все хвойные деревья, все твердолиственные растения, травы, пух животных, волосы человека. Все это, энергия оттуда выходит и создает озон. Из кислорода создается озон. Растения сами тоже выделяют кислород от бикарбоната. Таким образом, атмосфера растет, растет. И когда атмосфера увеличивается, сжимается, она становится как бы теплой. Теплой, очень теплой. Поэтому в тепле не образуется такой гормон, как дегидротестостерон. То есть, тестостерон образуется... У человека образуется тестостерон. А в холоде этот тестостерон превращается в дегидротестостерон. И если у человека много тестостерона, у него иммунитет работает очень сильно. Поэтому, когда мужчина и женщина как бы соединяются, и как бы женские иммунные системы уничтожают эти мужские клетки, и таким образом зачатие как бы не происходит. Поэтому обязательно нужен холод. И для этой цели ангелы построили большие такие пирамиды каменные, которые сохраняют внутри себя холод. Внутри себя сохраняют холод. У них еще есть такие охладительные системы. Они еще могли использовать для этого и другие приспособления, о которых мы не знаем. Но ясно одно то, что эти каменные глыбы и проходы создают именно стабильный холод. То есть для образования дегидротестостерона. Таким образом, в то время, когда Ной строил ковчег, и жены сыновей Ноя не могли родить детей, в пирамиде происходило как бы рождение новых детей. Но эти дети как бы рождались не от людей, а от ангелов. То есть ангелов, которые превратились в людей. И исполины, исполины, они могли бы быть маленького роста, возможно, если бы в то время был как бы гормон дегидротестостерон. Возможно, именно из-за отсутствия дегидротестостерона эти исполины как бы выросли до огромных размеров. А возможно, и это связано как бы генетическими мутациями, потому что ангелы создавали себе как бы собственное тело, которое они хотели. Вот. И потоп произошел именно из-за увеличения как бы давления. То есть водород как бы увеличился, произошло сильное давление. И когда водород имеет такую способность, если она сжимается, потом разжимается, она начинает гореть. Она горит даже без кислорода. И вот есть такая луна. И когда луна проходит над землей, да, она проходит над землей, и в один год луна приближается к земле намного больше, то есть суперлуна, да. И когда водород, концентрация водорода увеличивается, и происходит сжатие и разжатие, и в это время водород начинает гореть. Просто она спонтанно начинает гореть, как в этом, как в поршине, да. Когда эта солярка сжимается, потом разжимается, и начинает взрыв, и начинает гореть поршень. Вот такой же эффект получается и с водородом. И тогда водород начинает гореть, и начинает гореть с озоном. То есть озон и водород начинают гореть, как бы, между собой. И таким образом происходит, как бы, горение, превращение в пар. То есть водород и кислород сгорают, и превращаются в пар, и начинается идти дождь. Дождь таким образом шел 40 дней. И даже самые высокие горы, они как бы покрылись водой. Самые высокие горы. Даже эта гора Аверест, она покрылась водой. Потому что, когда образуется, как бы, создается вулкан, вулкан, она извергается и охлаждается. Таким образом, вулкан под водой, как бы, растет. То есть вулканы росли под водой, именно. Именно поэтому эта вода и покрыла всю эту, все эти горы. Раньше горы выросли под водой, вот. А потом вся вода превратилась с помощью каменного угля и растительных иголок, и древесных углей в атмосферу. Вот. Об этом, кстати, в Библии записано в многочисленных библейских стихах. Например, посмотрите Псалом 18. Там гора опускается, а во время потопа эта вода сверху упала, и как бы она покрыла обратно горы. Так. А Ной остался, он в ковчеге. Вот. И когда происходили эти дождь, происходит сильное разжатие, как внутри холодильника, да. В холодильнике есть газ, который компрессор сжимает, сжимает, а потом отпускает, и происходит разжатие, и холодильник замерзает. Точно такой же эффект происходил и во время потопа. Когда энергия, как бы, дождь упала, и давление как бы начинало падать, начинался как бы холод. Такой сильный холод, что всё вокруг замерзало. А потом ещё, наверное, многие знают, когда, например, берёшь зажигалку, открываешь, выходит от неё газ. Газ выходит, этот биогаз выходит, и сразу замерзает. Ну, всё становится холодным даже. Чувствуется в руках, что там очень холодно. Очень холодно. А вот все животные, которые жили там, они кушали, питались, и у них образовался этот биогаз. То есть, все животные, люди, они жили с помощью этого биогаза. То есть, они, как бы, энергию получали с помощью этого газа. И когда давление начинает разжиматься, они, как бы, лопались все. Даже эти кости повылетали. Все кости всё разорвало. И сразу же начинается охлаждение. То есть, всё начинает замерзать. И таким образом, как бы, мы видим результат этого потопа, например, вечной мерзлотей Якутии. Когда, например, копаешь подвал, находишь в вечной мерзлоте вот такие кости, которых просто разорвало с двух сторон, как бы, как провка, разлетели. И непонятно, почему они разлетелись. оказывается, всё просто. Вот. И таким образом, вся эта картина складывается друг с другом и получается, как бы, цельная картина мира. изолятория. То есть, всё основывается именно в изоляторе молнии, то есть, изолятор молнии, каменный уголь, который записан в священном писании. Если вы поймёте именно принцип действия вот этого изолятора, то вся информация, которая нас окружает, она, как бы, становится понятным. Даже такие тайны, как тайны пирамид. Ну, почему и зачем строили их. Вот. Теперь вы сами можете узнавать всё новое и новое. Вот. И ещё есть такая тоже интересная информация. Вот. Когда вот произошёл потоп, да, и вся земля, как бы, охладилась, она именно охладилась там, где есть этот изолятор молнии. То есть, под нами есть каменный уголь, который находится в глубине 200 метров под глыбой льда и глины. То есть, если будет этот, произойдёт глобальное потепление, вся эта земля растает, тогда выйдет каменный уголь, и она начнёт вновь создавать как бы водород и озон. То есть, экология полностью восстановится и через тысячи лет как бы мы достигнем до такого состояния, что будем жить как ной. Ну, то есть, 600 лет, да, но точно так же и не будем рождать детей. то есть, у нас не будут рождаться дети. Потому что, если атмосфера восстановится и станет тепло, то если в тепле как бы дети не могут рождаться и люди не будут как бы мужчины и женщины не будут встречаться. как бы все будут свободны друг от друга. Это подтверждают слова нашего царя Иешуа Машиаха, что люди не будут жениться, они будут как ангелы. Когда их спросили саддуки о семи мужах одной женщины в воскресенье. То есть, люди не будут вступать в интимные отношения, потому что будет очень тепло и гормон дегидротестестерон не будет образовываться. И тогда появляется вопрос, а не станут ли люди использовать древние пирамиды, чтобы иметь детей? это как бы остается под вопросом. И возможно, если они начнут обратно использовать эти пирамиды, то как бы история начнет повторяться. Но сейчас мы живем как бы в более информативном мире, и мы знаем, что история не будет повторяться, потому что мы будем перелетать от одной планеты к другому. Например, если Земля восстановится, и люди не будут рождать детей, то мы просто перелетим на другую планету, например, Марс. Там тоже, используя нефть, создадим каменный уголь, изолятор молнии, используя вот эти разные технологии, например, атомные технологии, водородные технологии создавать как бы, ну, например, облако, там, используя специальные такие приспособления, создавать молнии, то есть, создать полноценную атмосферу, как и на Земле, то есть, растениями, животными, и тогда мы будем как бы перелетать в Марс и там жить примерно тысячи, две тысячи лет, и у нас будут как бы рождаться дети, да? Вот. А потом, если мы переполним и Землю, и Марс, мы перелетим в этот, например, в Сатурн, Юпитер, планет в Солнечной системе предостаточно, чтобы мы могли жить там намного дольше и чтобы у нас рождались сыновья и дочери. Вот. Итак, я предлагаю вам как бы не отчаиваться из-за того, что у нас короткая жизнь, потому что эти же технологии вы можете использовать уже сегодня. Например, если вы хотите прожить как Ной 600 лет, вам достаточно одеть теплые носки, теплые ботинки, теплые штаны и теплые трусы, чтобы в половых органах была температура хотя бы 35-36 градусов, это поможет сохранить тестостерон, не образуя дегидротестостерона. И тогда у вас будет сильный иммунитет, и еще вы не будете болеть такими болезнями, как рак. Но к сожалению у вас не будут рождаться дети. Но достаточно снять эти теплые штаны, теплые трусы, и у вас будут рождаться дети, но вы можете опять же заболеть такими болезнями, как рак. Вот. Потому что если у человека нет иммунитета, то к сожалению кандидоз как бы распространяется и начинает вредить нашему организму. Поэтому все, что создал Бог Ягова, она как бы очень проста и удивительна. Желаю приятных просмотров. Спасибо огромное за ваше внимание. А это видео я записываю как бы для себя, для своего архива. что он на император и И его и